Йоу-йоу-йоу, никому не нужный блог, с вами я, Шура Уткин. Итак, у нас марафон последних выпусков никому не нужного блога перед сотом. Ближайшие 9 выпусков будут в таком формате, говорящей головы. Просто буду отвечать на вопросы, которые вы позадавали. Их на самом деле было больше, чем 9. Первые 9 посчитать абсолютно не получилось. В итоге я просто отвечу на все вопросы. Оу, щит, мадафак! Знаете, люди делятся на два типа. Одни говорят, давай уже после Нового года начнем. А вторые говорят, блин, надо успеть до Нового года. Вот я из вторых чуваков, из вот этих. Либо они первые, не знаю. На самом деле только недавно в семье мы пришли к такому правилу, что Новый год начинается с началом, блин, весны. Никакие вот эти бюрократические финансовые года, 31 декабря, 1 января, где-то середина зимы. Вообще, ну это, если честно, ну несправедливо, согласитесь. То есть, как традиционный праздник, там, повод для встречи, тусовки, это пожалуйста. Но когда природа просыпается, растения, там, начинает все таять и так далее. В общем, весна, как первый сезон, который как раз дает начало всему новому, мне кажется, гораздо более логичным праздновать Новый год 1 марта. Поэтому с этого года мы начинаем такую традицию у себя в семье. Я не знаю, может быть, кому-то будет интересно. Давайте 1 марта устраиваем тусыч, типа, собственный Новый год и вообще. Поступила целая череда вопросов. Их было больше, чем 9. Я, конечно, сказал, что возьму первые 9, но там были такие вопросы, которые, ну, долго не пообсуждаешь. Поэтому я взял все, просто разобью этот выпуск на несколько частей. И, соответственно, вот так вот все это и будет происходить. Итак, вопросы просто по порядку я выписывал. Они были в Инстаграме, они были в комментариях в Инстаграме, они были в личке в Инстаграме, они были в тележке, и они были на Ютубе. Поэтому, как бы, проследить за временем я уж там решил ничего не считать. Просто отвечу на все подряд. Кроме, ну, совсем уже, там, типа, Никиты, который постоянно хочет меня посадить в тюрьму в какую-то. Я не знаю, это вообще даже не вопрос. Не вопрос, бро. Первый вопрос Ютубчика от Артура Шумского. Просто красавчик, роскошный чувак. Прямо с 70-х. ССБР Экспириенс, все дела. В общем, глыба мазафака. Привет. Сколько стоит продолжение еще на 100 выпусков? Ну, на самом деле, вообще ничего не заканчивается. Просто это. Я дал себе обещание, что я сделаю до Нового года календарного 100 выпусков. Чтобы смотивировать себя еще больше, я решил не стричься и не бриться какое-то время, когда стало все медленно идти, чтобы ускорить этот процесс. Вот я достаточно сильно зарос. Мне не нравится. Потому что у нас маленький малыш, и надо постоянно мыть все это, чесать. Он хватает меня за бороду. Нет времени часто помыть башку. И поэтому я такой, типа, чувствую себя бомжом. В другой ситуации я бы, конечно, отрастил бы себе патлы, бороду там по жопу. Но не сейчас. Сейчас это для меня мотивация ускорить выпуски блога и подстричься, наконец, нахрен. И, короче, да, ничего не останавливается. Никому не нужный блог выйдет в следующем году с новыми силами, с новыми приколюхами и так далее. Так что можно не переживать по этому поводу. Он бесплатный. Мне в этом фишка. У меня будет новый сайт скоро. Вы все его увидите в сотом выпуске. Я расскажу, покажу, что там мы сделали. Там будет просто кнопочка, что можно написать. И я приду и сниму. Никому не нужный блог. Это абсолютно бесплатная дисциплина. Но в итоге это превратилось в некоторый формат. Я назвал его «Сарафанное видео». Мне кажется, достаточно прикольная штука. То есть это все всегда герои. Это друзья, знакомые, которые либо занимаются каким-то бизнесом, делают какое-то дело, либо у них какие-то мероприятия и так далее. Я просто немножко это шуршу, опять же, только по друзьям. И все так друг с другом знакомятся. Иногда что-то полезное из этого происходит. Конечно, очень редко. Но иногда происходит. А это очень прикольно, когда просто вот это сарафанное радио работает. Просто в видеоформате. Ну вот. Так что, Артур, все будет нормально. Блог продолжится. Редактор субтитров А.Семкин